В законодательном собрании работа всех ведомств становится максимально прозрачной. Самым первым заслушали доклад Натальи Брюхановой, исполняющей обязанности министра финансов Ульяновской области. Основной посыл – продолжить социально значимую политику. Это поддержка сфер здравоохранения, образования, соцзащиты. Более 40 миллионов рублей будет направлено на поддержку медиков по борьбе с коронавирусной инфекцией. 29 миллионов направлено на программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. 54 миллиона пойдут на ремонт и школы. 34-я она сможет в этом году уже заработать, и детишки пойдут в школу. Изменения принимаются с учетом внеочередных мероприятий, таких как приобретение нужного оборудования школы, капитальный косметический ремонт учреждений. Поэтому важно грамотно рассчитать финансы, чтобы потом миновать серьезных потерь. По мнению председателя комитета по бюджету экономической политики Александра Чепухина, счетная палата должна более детально продумывать дальнейшую работу. Я считаю, что счетная палата должна глубже вникать в те конфликтные зоны, которые возникают. Вот, например, не так давно, пару дней прошла информация о том, что где-то там разрушился уже асфальт, который клали в прошлом году, новый. Но это, наверное, все-таки предмет для разбирательства счетной палаты. Это же государственные деньги, причем деньги немалые. В свою очередь, счетная палата предоставила итоги о проделанной работе за 2020 год. Из-за ограничений многие выездные проверки были отменены, что привлекло к финансовым нарушениям. Их выявлено около 400 миллионов. Это невыполненный объем работ, непоставленные товары, невыплаченные субсидии для медиков. Однако все расхождение с планом удалось успешно ликвидировать. По итогам нашей работы возвращено в бюджет и размещено в бюджет и работами, и товарами, и деньгами 43 миллиона рублей, даже более. Мы добились того, что заработало оборудование на сумму более 13 миллионов рублей, которое до этого простаивало. На заседании рассмотрели шесть проектов из социального блока. Было предложено внести новые меры социальной поддержки. К примеру, медицинским работникам предоставить право на получение бесплатной юридической помощи. В нее входит консультация по вопросам разного спектра, составление документов правового характера, а также представление в судах, государственных и муниципальных органах. 2020 год, который действительно был для нас всех тяжелый, наибольший удар, конечно, прошел по медицинским работникам, и их нужно на сегодняшний день защищать. Были вопросы, которые задавали сами пациенты, сами врачи, и вот такой проект вносится. Все сотрудники медицинских учреждений будут пользоваться бесплатной юридической помощью. Поговорили о многодетных семьях. Сейчас, чтобы получить статус ветерана труда Ульяновской области, нужно учесть два пункта – трудовой стаж и наличие наград. Вот только, как подмечает Сергей Шерстнев, женщине, которая воспитывает больше троих детей, очень тяжело отработать 35 лет. Было предложено сократить установленный стаж до 20. 150 миллионов рублей дополнительно направлены из федерального бюджета на реализацию национального проекта безопасной качественной автомобильной дороги. 40 миллионов рублей выделено на оснащение оборудованием объектов спортивной инфраструктуры. Почти 30 миллионов рублей на мероприятия по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.